Первый канал и компания «Телеформат» представляют Детективы возвращались в офис И уже подъезжая, они обнаружили, что пробито колесо машины Вот интересно, где это я гость умудрился поймать, а? Где, где? На дороге Очень смешно Да грустно, сейчас же футбол идет До офиса чуть-чуть не доехали Сейчас бы чашечку кофе А что ты переживаешь? Сейчас закончил здесь, выпьешь свой кофе, поедешь домой Юрку заодно прихватишь Ну ладно Простите, вы, Алексей Викторович? Да, у вас что-то случилось? Мне ваша помощница там в офисе сказала, что я вас тут могу найти Я в милицию ходила, но они меня на смех подняли Понимаете, моей дочери нет дома Ей 15 лет, а она не пришла из школы Да время-то детское Может быть и правда, вы рано волнуетесь Может где-то у подруг И вы туда же А мне сказали, что вы поможете А вы такие же, как милиция, плевать вам на все Постойте, а как вас зовут? Арина Суворова Понимаете, я всех ее друзей и подруг обзвонила Но Лики нет нигде, у нее телефон выключил И такого никогда не было Даже если она где-то гуляла и задерживалась Но телефон-то не выключала С ней что-то случилось Так, ладно, ты давай заканчивай здесь А мы с Ариной и Владимировой в офис Давай, подходи Прошу вас Придя в офис, детектив Насонов поручил помощнице Обзвонить городские больницы и морги Фотографии я совсем забыла Так, значит, вы считаете, что ваша дочь убежать из дома сама не могла? У нас прекрасные отношения В школе у нее все хорошо Зачем ей убегать? Ну, знаете, подростки, существа ранимые А отец... Он умер Она не могла никуда убежать Потому что она очень домашняя и послушная И учится хорошо Друзья у нее приличные Скажите, а у нее есть, ну, какой-то близкий друг или подруга? Да, у нее есть мальчик Денис Аникин И подруга Лариса Давайте я вам напишу их адреса и телефон Так Ни в больнице, ни в морге города и области Никто, похоже, на Анжелику Свору не поступал Все, закончил? Молодец, спасибо Вот смотри, это знакомые девочки, я думаю, есть смысл с ними поговорить А мы тогда с вами подойдем домой, к вам посмотрим, на месте ли вещи и документы Анжелики Может, она уже дома? Нет, у меня там соседка Если бы Лика появилась, она бы сразу мне позвонила А мобильный телефон дочери на кого оформит? На меня, я сим-карту покупала А, ну тогда возьмем еще распечатку последних звонков вашей дочери По заданию детектива Иван приехал к дому Дениса Аникина, приятеля Лики Там помощник увидел компанию подростков Привет, среди вас Денис Аникин есть? Ну, я это Ты его знаешь? Не знаю, а кто вы? Школьная полиция Тебе завтра на уроке, а ты все шляешься Поговорить надо А что вы допрашиваете? Девушка, я не допрашиваю, я разговариваю А вы ему кем приходите? Адвокатом? Я его друг Просто друг А родители вас не ищут? Извините Ты когда свою девушку последний раз видел? Лику? Я правильно понимаю, она твоя девушка? Да, видел сегодня в школе Но мы поссорились еще вчера У меня сегодня день рождения Приедешь? Давай приеду с Ликой Я приглашаю тебя А Лику я вообще не знаю Я не хочу дома видеть, непонятно кого Хорошо Ах, вот ты когда Значит ты пойдешь один? Без меня? Что, эта богатая тварь тебя с потрохами купила? Нина мой друг, не надо так Вот тогда и дружи с ней А меня оставь в покое Заколебала своими капризами, коза Лика, постой! Но я ее так и не догнал Вчера она тоже не стала со мной разговаривать Накричала и бросила трубку Сегодня в школе отказалась со мной помириться Лика вообще-то домой не пришла? Мать ее волнуется Да я знаю, тетя Арина звонила мне Ну я правда не знаю, где Лика Мне кажется Она просто решила спрятаться где-то Специально меня позлить А где она может прятаться? Да не знаю я, где она может прятаться Ну блин, если это она зло мне Ладно, мне пора Предки убьют Ну что, друг Дениса Подвезти? Знавато уже Не боишься, что твои родители на уши милицию поставят? А у меня, можно сказать, их нет Родителей Меня в школе даже называют Бедная богатая девочка У меня папа Гаврилов банкир А мама умерла Я понимаю, но все-таки поздно уже Подвезти? Да нет Хотя можно Лика пропала Страшно Тут недалеко коттеджный поселок, знаете? Знаю, конечно Поехали, подвезу Тем временем Помощница пришла поговорить С подругой пропавшей Лики Ларисой Плотовой Это вы детективного агентства? Да Ну? Мама уснула У нее работа очень ответственная А у нас ребенок маленький Не рановато ли тебе курить? Да По поводу курения Ко мне ночью прикурилась Где твоя подруга Лика? Понятия не имею Она что хочет и творит Меня в свои планы не посвящает И все же Мать волнуется Она же твоя подруга Я на урок раньше ушла Я ее после школы не видела Она небось Назло всем спряталась Где-нибудь Где? Понятия не имею Она с деньгами поругалась Вот и решила Характер свой показать Тряпку А я смотрю Ты этого Дениса Недолюбливаешь Наоборот Он хороший был Короче Я из школы на урок раньше ушла Мне надо было Мама работает много А у нас ребенок маленький Братик мой А вы у Павла Мамонтова спрашивали Который мамина Лике работает Ты куда бутылку спрятала Дрять Ты его покупала Зараза Дочек Не пора Вот тебе ответственная работа Молодец девочка Вернувшись из дома клиентки Детектив Насонов изучал распечатку звонков С мобильного пропавшей Лики С кем она не переписывалась Вот единственный неотвеченный вызов С этого телефона А это телефон Дениса Значит после этого звонка Ликин телефон выключился Где-то в 15.30 Телефон стал недоступен Как раз наверное в это время Она шла из школы домой Алексей Викторович Можно вас на секундочку Вы подождите здесь пока Помощник сообщил детективу Обо всем Что удалось узнать От школьных друзей В общем Нину все бросили Мать умерла Отец встречается с любовницей Она уже две недели не видела Он только деньги присылает Ну вы понимаете Да я понимаю Тебя она наверное впечатлила Но нас она сейчас не интересует Сам же говоришь Они в последнее время почти не общались Я был дома у Суворовых Документы Лики на месте Никакие вещи не пропали Деньги которые мать откладывала На поездку летом Тоже на месте Может маньяк Да нет В городе вроде все тихо Григорьевич подтвердил Они уже кстати тоже занимаются Ее розыском Может она уехала из города С горячим Да оперативники уже проверили Вокзал и автовокзал Вроде бы ее там никто не видел В общем получается Что ни на автобусе Ни на электричке Она не уезжала Хотя в милиции Теперь в транспортной фотографии есть Алексей Викторович Я переговорила с Ларисой Подругой Лики И та сказала Что Лика может находиться У Павла Мамонтова Да Как интересно Папа Нина привет У тебя все в порядке? Нет Мне очень страшно Страшно одной в доме? Нет Дома ты Я привыкла одна Просто Лика пропала Папа третий день Не подходит к телефону А ты знаешь что Ты выпей горячего молока И ложись спать Ты не переживай Мы найдем твою подругу Если что Звони Арина Скажите А кто такой Павел Мамонтов? Это мой сотрудник Точнее бывший сотрудник Он в нашей ветклинике Проходил стажировку А вот лучшая подруга Вашей дочери Лариса Считает Что этот Павел Может знать Где сейчас Анжелика Арина Вы должны рассказать Все что знаете Итак Вечером К детективам Обратилась Арина Суворова Ветврач Ее дочь Лика До сих пор Не вернулась После школы Телефон девушки Выключен Детективы выяснили Что накануне Лика поссорилась Со своим приятелем Денисом Аникиным А подруга Лики Лариса Плотова Рассказала Что возможно О местонахождении Лики Может знать Павел Мамонтов Стажер ветеринарной клиники Я была вынуждена Его уволить Он украл у меня деньги Вы об этом Не хотели рассказывать? Так, Арина Или вы сейчас Говорите правду Или я буду Вынужден отказать Ну хорошо Что здесь происходит? Мама Он хотел меня изнасиловать Арина Все не так Я Мамочка Он меня заставил Он заставил Меня это сделать Ваша дочка Ненормальная Она Сама ко мне Представит Что мне бить Что ли В конце концов Он принуждал ее К сексу Но судя по тому Что вы мне сейчас Рассказали Он сам едва Не стал жертвой Сексуально агрессивного Подростка Как вы смеете Павел Соблазнял мою дочь На Лику Все заглядываются И просто Она дуреха Еще не понимает Насколько она красива И в любом случае Он старше ее Значит он виноват И вы за это Уволили Нет не только Я же вам говорю Он вор Потому что Через Через день После того Как он пытался Соблазнить мою дочь Он украл у меня деньги Что Похоже на интерит Да Сейчас не переживай Я вернусь в клинику И возьму препарат Паша У тебя есть пинетоз? Там кошка заболела У Ликиной подруги Есть Сейчас Ну-ка открой Саквояж Зачем? Открой Я тебе сказала Это что? Это у тебя откуда? Может быть ты объяснишь? Это мой кошелек Я не знаю Вот тогда я его уже Выгнала к чертовой матери Я не хотела Всю эту историю Рассказать Павел вор А то что у него Было с Ликой Тут абсолютно ни при чем Лика наивная дурочка Ну это я уже слышал Значит То что он домогался К вашей дочери Вас не впечатлило А вот за кражу кошелька Вы его и выгнали Боже Вы думаете Что Лика сейчас у него? А ведь он мог отомстить Я пригрозила Павлу Что я пойду в милицию И напишу заявление Про все Мне кажется Что он испугался Я звонила ему Перед тем Как к вам пойти Но он сказал Что он не видел Лики Но все таки Проверить его не помешает Вы мне дайте В адрес и телефон Да Вот у меня здесь есть Анкета Павла Здесь все его координаты Адрес его мамы Которая живет на даче И даже его фотография У нас так принято Если вдруг там сотрудника Надо срочно вызывать Абонент Так А телефон-то у него выключен Иван, Юля Значит так Вы сейчас поедете в милицию Они вашу дочь уже ищут На такой порядок Надо написать заявление Юля вас отвезет Иван А мы с тобой К Павлу Утром следующего дня Детективы приехали К дому Павла Не застав его Детективы тем временем Собирали необходимую информацию Не брал Мобильный до сих пор выключен На даче у матери его нет А ей он сказал Что у него срочный вызов И вернется он ближе к утру Угу Вернется Только сколько нам Его еще здесь караулить Думаете он Так мог отомстить Арине и Лике Спрятать девочку Или убить Не знаю Все может быть А что ты говоришь Какую информацию Ты на его брата нашел Борису Он судимый? Ну да Судя по этим данным Три дня назад освободился Пятая отсидка Думаете Помог отомстить брату? Или за брата? Тоже может быть Если Бориса Нет на даче у матери То он может быть у Павла Или где-то с Павлом Хорошо бы квартиру Павла проверить Вдруг девочка там А? Так ну я пойду поговорю с соседями Может кто-то что видел Слышал Давай только очень аккуратно А я пока соберу информацию на Бориса Угу Алексей Насонов Попросил следователя Нечая Сообщить о местонахождении Недавно освободившегося брата Павла Бориса Мамонтова Тем временем помощница Приехала к школе Чтобы поговорить с одноклассниками И учителями Лики Алло Папа Решебли с номером Откуда у тебя это? Это же мое белое сердце любви Нет его дома Алексей Викторович Вы только не ругайтесь Я проник в квартиру Никого нет Документы на месте Вещи тоже на месте Во всяком случае Бритвы и зубная щетка В стаканчике ванной Ну ладно Че ж Нам остается только ждать Все чаще дети Бежевых родителей Оказываются сироты Социологи объясняют Эту финансовую проблему Да? При чем тут деньги? Все из-за водки Да не скажите Все от людей зависит Вот у Нины папа банкир А дочь тоже брошенная Ты посмотри Как крепко она тебя зацепила Только тебе здесь Ничего не светит Она в Дениса влюблена Она только его Одного на день рождения Пригласила Да не влюблена Просто у нее нет друзей Это ее лучший друг Смотри вот он Павел Можно 20 секунд А че ты так испугался Мы поговорить только хотим Да дфу ты Я думал Грабители у нас Банда тут орудует в районе Извините А что это у вас? Грязный халат Да понятно Что не шмотка От кутюрье Это кровь Я всю ночь Роды у собаки принимал На дому Это собачья кровь А позвольте узнать По какому адресу Вы принимали роды? Не помню За городом Забыл Могу вам только посочувствовать Такой ранний склероз Пропала девочка Лика Суворова Я ее разыскиваю По просьбе матери Она нам рассказала Об инциденте в клинике Поэтому будет лучше Если вы сейчас пройтись с нами И мы проверим Чайная кровь на халате Я понятно сейчас выражаюсь? Никто не вспомнил Куда собиралась Лика После школы Тем не менее Помощница решила Еще раз вызвать Прису на откровенный разговор Я только мать Лики считаю Что она ангел небесный А на самом деле? Она моя подруга В конце концов Что вы ко мне пристали? Да у меня такое ощущение Что ты хочешь кое-что Мне рассказать А поклянитесь Что никому не расскажете Что моя мать алкоголичка Я даже на родительское собрание Прошу соседку Татья Таню ходить Типа она моя бабка И братика я сама вырешу Никакой детдом Его не отдам Клянусь Сволочная она Ликает У нее девиз по жизни Все самое лучшее ей А Денис у нас лучше Приколистый все такое Почему так тебя это задевает? Меня бесит Что он повелся на все эти Ликины штучки Как дурак А ведь Ликин нужен Только потому Что он самый крутой Лика дрянь Со всеми парнями заигрывает Помощник изучал кровь На халате Павла Мамонтова Алексей Викторович Это человеческая кровь Причем второй был Попавший Лики Суворов Не знаю Что там показывают Ваши опыты Это ошибка Я принимал роды у собаки Адрес забыл Да прекратите вы Адрес он забыл А где ваш брат сейчас? А при чем здесь мой брат? И вообще чего вы привязались Ко мне с этой Ликой? Не трогал я эту дрянь Ни ее, ни ее мамашу Другой на моем месте Вообще в суд подал бы За что? За то, что у вас нашли Чужой кошелек? Или за то, что у вас Застукали с несовершеннолетней? Да это несовершеннолетняя Фору даст Любой профессионалке Только Арина на все Глаза закрывает Чего тебе? Доктор, у меня колено болит Лика, оставь меня в покое Раз и навсегда Лика и раньше со мной Откровенно заигрывала Ну, лучше бы вот так Нагло Под носом у родной матери Ну, хорошо, хорошо Допустим Лика сама к вам приставала Ну, а зачем было Крась кошелек у Арины Львовны? Я кошелек? Да кто вам сказал? Вы спросите у Арины Так вот, она нам это и рассказала Она прекрасно знает Что эта Лика меня подставила Мы стали разбираться И выяснили, что кошелек Мне подбросила именно Лика Паш, Павел Не знаю, как ваше отчество Я хочу извиниться Больше такого не повторится И мама ничего против не имеет Кстати, она вас вызывает Ну, а каким образом Вы установили Что это именно Лика Во всем виноват Арина вспомнила Что она залезала в сумку Хотела пойти пообедать До прихода Лики в клинику Кошелька не нашла Подумала, что оставила дома А я до обеда был на выезде Я никак не мог украсть у нее кошелек Почему ты решила Что Лика манипулировала людьми? Было дело Лика трек по химии за четверть светил А ей что, к пятерке нужны? Так Лика подбежала к химичке После урока Говорит Хочу пять Химичка на нее вылупилась Типа офигела совсем Что? Так Лика раз И показывает ей фотки из телефона Мол, либо мне пять Либо директрису узнаешь Как вы с ее мужем Отжигаете по полной Ну, а ты откуда это знаешь? Так Лика и рассказала Лика и меня шантажировала Ну, чтобы я ее с деньгой Ну, вы понимаете? Тебя чем? Ничем А кем Я же всем вру Что у меня мать важный чиновник И домой никого не вожу А Лика пронюхала И Садила меня на крючок И ты помогла Лике Стать девушкой Дениса Просто свела их А там Лика уже сама Лика с ним спит А он Запал на нее А Лике мужике постарше нравятся Он попал бы мамонтовый Сохнет Говорит, сдохнет Но своего добьется Пойдем Ларк, и все-таки Где ты взяла Мое белое сердце? Сердце любви? Я не понимаю О чем ты? Это Ликина Я его сам сделал На нем ободок золотой А я-то тут при чем? Ты отдала его Нине Нина мой друг Она врать не будет С чего ты взяла Что я Нине какую-то фигню отдавала? Помешали что ли все? То есть получается Что это Лика вытащила кошелек Еще утром До того, как Арина ушла на работу Ну да Маленькая месть Обиженной женщины Да, Арина сама об этом прекрасно знает Она даже извинялась передо мной Но из ее клиники Мне все равно пришлось уйти Потому что она не простит мне того Что я знаю правду об ее дочурке Да, Григорьевич К детективам обратилась Арина Суворова Ветеринарный врач Пропала ее дочь Лика Которую мать считает Воплощением чистоты и наивности Но так считала только мать Под подозрение Попадает Павел Мамонтов Стажер ветклиники А вскоре следователь прокуратуры Виктор Нечай сообщил детективам Что накануне вечером На местный мини-маркет Было совершено нападение Бандита ранили По описанию Нападавший это брат Павла Мамонтова Борис Да, я понял тебя, Григорьевич Спасибо Ничего нового я вам не скажу Я принимал роды у собаки Ну а теперь послушай меня Как мне только что сообщили Твой брат Борис Вчера вечером Совершил разбойное нападение На мини-маркет Охранник его ранил На полу остались следы крови Как раз второй группы Точно такой же, как на халате А нападавшему удалось скрыться А зачем вы мне все это рассказываете? Я к этому имею какое отношение? Я всю ночь принимал роды у собаки Твоего брата Бориса уже задержали И своим молчанием ты ему ничем не поможешь Так что признавайся Борис мой сводный брат Первый раз он сел в 16 Ну в общем позвонил вчера в пол восьмого вечера И сказал, что ранен Я тут же помчался к нему А до пол восьмого что вы делали? Я действительно принимал роды у собаки Адрес я конечно помню А к исчезновению лики не имею никакого отношения А сейчас поехали в отдел Пожалуйста По просьбе Павла детективы отвезли его в УВД Вы пока у следователя были Я кучу дел успел сделать Все что вы поручили Молодец Нападение на мини-маркет было в районе 7 А звонок, судя по мобильному Павлу От Бориса он поступил в 7.30 И Борис позвал его на помощь А сейчас до половины восьмого Павел действительно принимал роды у собаки Я поговорил с хозяйкой счастливой четвероногой мамаши Да, Лика в это время была еще в школе Но значит Павел к ее исчезновению отношения не имеет А кто тогда? Надо узнать, что Юля по этому поводу выяснила Она звонила, говорит, подъезжает в офис Ну что? Эта Лика в школе ни у кого не вызывает симпатии У каждого второго есть мотив Девочка еще та же сучка Дарья Что? Так Ну хорошо, будем разбираться Арине только что позвонила мать Дениса Должен быть дома Домой не пришел Телефон выключен Господи, я от школы до дома не успел дойти Все уже родители панику подняли Да у них там в семье какой-то юбилей У нас два часа должен быть дома А сейчас, сейчас четыре Телефон выключен Но Лариса побежала за Денисом в конце нашего разговора Может, она что-то знает Да позвони ей скорее Абонент Вне зоны А что такое белое сердце любви? Да это молодежная песня Сердце белое, потому что отдало всю кровь за любовь до последней капли Подростки такие друг другу дарят Там продается прям набор для поделки и идет вместе с клипом А вы понимаете, какая странная вещь? По словам Дениса, это самое белое сердце любви раньше находилось у пропавшей Лики Да это Лариса что-то сделала с Ликой, она ее ненавидит А Нине подбросила сердце, чтобы ее подставить Да у этой Ларисы вообще нет ни на что времени Она только выглядит такой крутой девицей На самом деле она учится Ухаживает за годовалым братом и за своей матерью алкоголичкой Да Лариса тебе просто понравилась Ты не объективна? Да это ты не объективен по отношению к Нине Так стоп, вы оба не объективны Я сам хочу поговорить с этой бедной богатой девочкой Безответно влюбленной в чужого парня Поехали в коттеджный поселок, Юля, а та осталась и здесь Вскоре после отъезда детективов Помощница обнаружила во дворе агентства Ларису Плотову с маленьким братом Лариса, что случилось? Мама умерла Она отравилась, делаю спиртом Теперь у меня Ленечку заберут Помогите, вы же можете, вы же детективы Помогите мне, чтобы меня Ленечку не забирали Ну что, Нина на мобильные не отвечает? Да нет, куда они все подевались в конце концов Странно, охрана нет, калитка открыта Да, папа Нина не позаботился об охране Так, вот что, дом будем осматривать Давай я отсюда, а ты обойди с другой стороны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК При осмотре дома помощник обнаружил в потайной комнате пропавшую лику, которая была без сознания. А детектив Насонов нашел в спальне Нины крепко спящего Дениса. Что с ней, она жива? Да, да, жива, только без сознания. А он? Похоже, санотворный. Нины нигде нет. Черт. Кто вы? Баба, папочка, ты приехал, ты меня не бросил. Бабочка, я такая дура. Прости меня. Что здесь происходит? Что вы сделали с моей дочерью? Это у вашей дочери надо спросить, что здесь происходит. Вот это все устроила она. Устранила девушку у парня. Он мне сказал, что если бы не Лика, то он был бы со мной. Привет. Привет. Ты пришел? Пойдем скорее отмечать мой день рождения. Уже все готово. Ты с Ликой со своей помирился? Не, прикинь, я ее не догнал. Пойдем скорее, сестренка, угощай меня вкусностью. У тебя ведь, наверное, и шампанское есть? Есть. Спасибо. Ты сиди. Знаешь, а если бы не Лика, я бы, наверное, подумал, что влюбился в тебя. Лика? Если ты сейчас в своей подружке, то знай. Между нами все кончено. У тебя есть минута, чтобы у тебя не было. Прости. Я подумала, это так просто избавиться от Лики. Она вышла из школы, я догнала ее, пригласила в гости, напарила шампанским, да и там повела снотворное. Да я не смогла. Мне жаль, что мы так и не сумели с тобой подружиться. Да и с Денисом мы просто друзья, честно. Нафиг мне Денис. Так, пока в школе учимся. Денис фигня. У меня вообще другие планы на жизнь. Везет тебе с твоими бабками. Хотя, конечно, тебе мужиков цеплять нечем. Кроме бабла, да и ту отцовского. У тебя нет ничего. Наливай. Если вправду любишь, белое сердце. Если по-настоящему любишь, папочка, вернись. Денис, пойми, что я люблю тебя. Сердце, помоги мне. Да и отцу ты не нужна. Был бы у меня такой папа, не я бы его далеко от себя не отпустила. Потому что я куколка. А ты коза. Кадина, 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 Кадина. Кадина. Я подумала, дома все равно никого нет. Она сама умрет. Но я не смогла, папа. Немедленно покиньте мой дом. Вы видите, в каком состоянии моя дочь. Ваша дочь совершила уголовно-наказуемое деяние. И степень ее вины определит суд. Это меня судить надо. Доченька, прости меня. Я больше никуда не уеду. Зачем Нина его усыпила? Вернувшись в офис, детективы обсуждали завершившееся дело. Денис пришел к ней, спросил, где сердце. Она растерялась, напоевала вино в санаторном. Он вырубился. Тут мы нагрянули. Но, скорее всего, она рассчитывала, что когда он очнется, он не вспомнит, зачем приходил. Да она испугалась, расстроилась. Тебе бы ее адвокатом быть. Ты прям влюбился в эту бедную, богатую девочку. Да просто ее все бросили, понимаешь? Вот она и придумала себе эту любовь. Адвокат у Нины будет самый лучший в городе. Здесь не сомневайтесь, папа постарается. А вот Лика могла бы умереть, если мы в свое время не оказали ей помощь. Кстати, а Борис Мантов получит серьезный срок. А Павел его брат? Павел уже отпустили. Как врач он не имел права не оказать помощи раненому. А как брат, мог не доносить об этом в милицию. Да, жалко вот Ларису и брата. Слушай. Да, да, слушаю вас, господин Гаврилов. Что? Ммм, я понял вас. Да, спасибо, что сообщили. Вот это новость. И Ларису, и ее брата усыновляет отец Нины. Ну, слава Богу. А Лариса и Нина смогут поладить? Ну, конечно. Теперь, наконец-то, они обе обретут семью. Нина получила условный срок и полгода провела в психиатрической клинике. Гаврилов, папа Нины, действительно забрал к себе Ларису и ее братика. Лариса и Нина подружились. Лика поправилась, но переехала с матерью в другой город. Лариса и Нина. Лариса и Нина. Лариса и Нина. Продолжение следует... Продолжение следует...